Ненецкий округ простился с Петром Михайловичем Спирихиным. Участник Великой Отечественной войны ушел на 97 году жизни. Петр Михайлович Спирихин родился в 1920 году в Пустозерске в обычной крестьянской семье. В 1939 году, окончив Наринмарскую среднюю школу, начал педагогическую деятельность. Пошел работать в семилетнюю школу деревни Никицы. В 20 лет молодого учителя призвали в ряды Красной армии. Там он оканчивает курсы младших лейтенантов при штабе Ленфронта и становится командиром взвода и роты. Через год Петр Михайлович оказался в блокадном Ленинграде. Еще через год участвовал в прорыве блокады в составе саперной роты. Об этом тяжелом времени Петр Михайлович не раз рассказывал в интервью с журналистом. Он крутился и не взорвался. Мы остолбенели. Когда он остановился, уже не крутился, вроде как вернулось у нас сознание. Петр Михайлович не взорвался, слава богу. Петр Михайлович не взорвался. Пленных уже заставляли в Германии работать на заводах. Наверное, наши пленные работали на заводе и снаряды выпускали фальшивые, чтобы они не взрывались. Вот так подумали. Защищая осажденный город, командира саперной роты тяжело ранило, и он был демобилизован. За самоотверженное мужество и стойкость Петр Михайлович был награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После выздоровления фронтовик продолжил педагогическую деятельность. С отличием закончил Волгодский учительский институт и возглавил Никитсинскую семилетнюю школу, а через четыре года – Великовисочную среднюю. Бывший учитель физкультуры Василий Безумов хорошо помнит своего коллегу. Ну он администратор хороший и не глупый, а это самое главное. У него был спонсор свой директорский. Поезжая я на экзамен в Ленинград, он говорит, Василий Федорович, вот вам деньги, три пары лыж хороших купите для школы? Куплю, конечно. И вот так. И в 1958 году мы под его руководством впервые выиграли первую с лыжи, по лыжам на Ленмаре. Даже первую школу обыграли. Более 30 лет Пётр Михайлович посвятил воспитанию подрастающего поколения округа. Старался передать и рассказать им, что значит быть защитником своей земли не только в военное, но и в мирное время. Как краевед и писатель он оставил в наследство свои воспоминания о Пустозерске, о том, откуда пошла Великая Виска, о своих земляках. Болел он за свою малую родину и на деле. Будучи на посту главы Великовисочного сельсовета, он настоял на необходимости строительства новой школы. Под его руководством на собранные жителями села Средства был построен знаменитый мост на Бараковскую сторону. Его такая поглощенность жизнью была очень большой. Он был человек глубокий, интересный. Интересно было общаться. Смотря на то, что разница у нас огромная, более полвека, мы с ним общий язык, он по образованию историк тоже. Мы с ним всегда обсуждали все такие очень интересные вопросы. Для нас, для нашей школы, он был, конечно же, еще старейшим выпускником. Он закончил школу номер один в 1939 году, еще до войны. И постоянно поддерживал связь с музеем школы. Последние годы жизни ветеран провел в окружении большой дружной семьи. Регулярно его навещали соратники, коллеги, друзья и немногочисленные ветераны. Все они пришли на панихиду в детско-юношеский центр «Лидер». Похоронили Петра Спирихина на городском кладбище рядом с супругой Лидией Александровной. Валентина Чибич и Владислав Носкин, телеканал «Север». Кабмин поощрил самые успешные регионы. Ненецкий округ стал самым передовым и успешным в области поднятия уровня жизни и социальной обеспеченности своего населения. Центр занятости Ненецкого округа создал мобильную бригаду, которая будет регулярно выезжать к инвалидам с целью содействия трудоустройству. Кабмин поощрил самые успешные регионы. Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей тем субъектам, которые достигли наибольшего успеха в деле социально-экономического развития. Так, самыми передовыми и успешными в области поднятия уровня жизни и социальной обеспеченности своего населения стали Ненецкий округ, Тамбовская и Ленинградская области, занявшие, соответственно, первое, второе и третье места. Всего подписанным документом распределяются федеральные дотации для 20 субъектов федерации, которые в прошлом году показали лучшие результаты по темам социально-экономического развития. Эти темпы оцениваются, исходя из комплекса показателей. Прежде всего, показатели роста собственных доходов и объема инвестиций в основной капитал. Кроме того, учитывается демография, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы, доля учащихся и так далее. 20 регионов, которые предлагаются поощрить дополнительными дотациями, действительно поработали над решением этих задач, отметил Дмитрий Медведев. В Ненецком округе появятся субсидии частным детским садам. Данная мера направлена на то, чтобы разгрузить очередь в государственные дошкольные учреждения. На сегодняшний день в окружной очереди в детские сады стоят 505 человек от 1,5 до 3 лет. Из них 390 – городских ребят. Субсидия будет предоставляться частным детским садам при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Одним из первых садиков, который сможет претендовать на получение субсидии, станет частный детский сад, который разместился в районе старого аэропорта. Совсем скоро для городских детишек от 1,5 до 3 лет распахнет дверь и частный детский сад по улице Аэродромная. История этого детского сада началась почти два года назад. Именно тогда учредители общества с ограниченной ответственностью Садко Дарья Ружникова и Ирина Атьянова выкупили участок земли и начали возводить здания. После заявились на окружной конкурс грантов и выиграли его. Полтора миллиона рублей грантовой поддержки оказались хорошим подспорьем. На эти средства были закуплены инвентарь и оборудование для уличной детской площадки. В настоящее время детский сад уже работает, но пока только в ограниченном режиме. Это связано с тем, что предприниматель находится на стадии получения лицензии и в данный момент оформляет необходимые документы для получения санэпидемозаключения и заключения по пожарной безопасности. Группа детский сад работает, как я уже сказал, в ограниченном режиме и предоставляет услуги по временному пребыванию детей. В настоящее время максимальное количество детей, которые находятся в частном детском саде, порядка 10 человек. Когда садик получит лицензию выйти на проектную мощность, в соответствии с заявленными документами на получение гранта, который представлял предприниматель, в детском саду будут размещаться 25 человек. Две группы различных возрастов. Как только лицензия на осуществление образовательной деятельности будет получена, предприниматели смогут рассчитывать на еще одну весомую окружную поддержку – субсидию частным дошкольным образовательным организациям и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Ее планируется ввести с нового года. Субсидия предназначена частным детским садам. Она предусматривает определенную сумму средств из окружного бюджета в порядка 1,6 млн рублей на год на две группы. Первый момент, на что предоставляются субсидии – это оплата труда, это приобретение материальных средств, это игрушки, учебные пособия. Данную субсидию частные дошкольные образовательные организации не могут потратить на содержание зданий и оплату коммунальных услуг. Кроме частных детсадов, такой окружной поддержкой с нового года могут воспользоваться и частные организации, имеющие право заниматься образовательной деятельностью. Любовь Перемякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Центр занятости Ненинского округа создал мобильную бригаду, которая будет регулярно выезжать к инвалидам с целью содействия трудоустройству, профориентации и социальной адаптации. Такое решение принято в целях выполнения поручения министра труда и социальной защиты Максима Топилина, согласно которому доля трудоустроенных инвалидов в текущем году должна равняться 40% от числа трудоспособных граждан этой категории, проживающих в регионе. Поэтому показателю Ненинский округ стал третьим по Северо-Западному федеральному округу и девятым по стране. Но проблема трудоустройства все же остается одной из самых острых для людей с ограниченными возможностями здоровья. Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. Почти 72 миллиона человек или 94% трудоспособного населения сегодня имеют постоянное место работы. Но порой получить заветную запись, трудовую книжку не помогает ни диплом, ни наличие стажа и опыта. Люди с ограниченными возможностями сегодня зачастую ограничены лишь в возможности трудиться. Проблема трудоустройства остается основной для инвалидов. И это при том, что в округе действует программа квотирования рабочих мест. Она обязывает работодателей квотировать рабочие места для определенных категорий местных жителей. В 2017 году не менее 40% от количества вакансий, возникших в текущем году. В 2018 – 45%, в 2019 – 50%. Но помимо обязательств у работодателя есть и привилегии. Предприятия, которые устраивают у себя людей с ограниченными возможностями, получают материальную поддержку от округа. Речь о компенсации затрат на зарплату и на оборудование специальных рабочих мест. Это компенсация затрат на оснащение рабочего места инвалида. Она составляет 90 тысяч 30 рублей на сегодняшний день. И в 2016 году у нас оснащено 5 рабочих мест для инвалида. И работодатели получили эту компенсацию. И еще 3 работодателя дооснастили рабочее место инвалида с такой же компенсацией. Кроме того, работодателю компенсируются затраты на выплату зарплаты. В этом году у нас по 11 работникам-инвалидам компенсированы затраты работодателю. Такие привилегии, безусловно, повышают заинтересованность работодателя в принятии и сохранении места за инвалидом. Так, наш округ на третьем месте по Северо-Западному федеральному округу по количеству работающих инвалидов и девятый по стране. В настоящее время в регионе обеспечены работы 36,6% трудоспособных инвалидов. Обогнали на увод на вопросе только субъекты с самым масштабным рынком труда в Северо-Западном федеральном округе. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область. При этом по количеству работающих инвалидов-пенсионеров Ненинский округ находится на третьем месте в стране после Байконура и Чукотки. В течение года в Центр занятости населения обратилось 54 инвалида. 10 из них проживают в сельской местности, 44 в городе и поселке-искателе. Из них 9 человек было трудоустроено, а 31 зарегистрировано в качестве безработных. Мы на практике видим, что работодатели, начиная понимать, что государство их в такой немалой степени поддерживает, оказывает им помощь, они тоже стараются сохранить рабочее место. И если даже, обывая часто, инвалид и увольняется, готовы принимать на это рабочее место другого, не занятого инвалида. Дипломированный юрист Виталий Хабаров вытянул поистине счастливый билет. Всего полгода ожидания, и молодой человек уже работает в МФЦ. Так оперативно устроиться на работу ему помогли в обществе инвалидов. Ну, на самом деле, приняли меня здесь просто замечательно. То есть, какие малейшие вопросы возникают, что сразу же объясняют, все. Одного не оставляют, то есть, сразу же выделение места в школе. Это же такой маленький, но очень приятный фактор. То есть, постоянно контроль, то есть, ты не остаешься один. Тобой постоянно есть наставник, который тебе всегда поможет и подскажет. То есть, в плане именно адаптации я не испытываю абсолютно никаких сложностей. Всего три дня обучения, и молодому человеку уже есть чем гордиться. За три дня наставничества Виталий закремлевал себя с положительной стороны, а также справляется со всеми возложенными на него обязанностями. Уже с января Виталий будет работать в городском МФЦ инженером-инспектором. А пока основной своей задачей молодой человек считает оправдать тот лимит доверия, который ему был оказан, и философски смотрит на проблему трудоустройства многих инвалидов. То есть, совершенствуется как человеку. То есть, допустим, выучился ты на профессию, которая по каким-либо причинам не пригодилась в округе, или не получается у тебя освоиться на данной работе, тогда ты имеешь полное право выучиться на что-то новое, освоить какие-то новые навыки. Возможно, это даже окажется более ближе тебе, чем тем, что ты занимаешься сейчас. То есть, как я говорю, главное – это понимать, чего ты хочешь, и реально оценивать свои возможности. То есть, как правило, не сидеть на месте, работать с целью того, чтобы что-то достичь. Но, как Виталию, везёт далеко не каждому. Бывают случаи, когда инвалиду просто отказывают трудоустройстве без объяснения причины. На этот счёт у юристов есть компетентное мнение. Закон запрещает необоснованный отказ в приёме на работу граждан. Этот отказ должен быть аргументированным и обоснованным с учётом деловых качеств человека. К деловым качествам относятся профессиональные характеристики и личностные характеристики. Профессиональные характеристики – это образование, профессия, какую человек имеет профессию, специальность, квалификацию. К личностным характеристикам можно отнести опыт работы по определённой специальности, состояние здоровья, уровень образования. Кроме того, отказ не должен носить дискриминационного характера. Это значит, что нельзя отказать в зависимости от пола, национальности, языка, семейного положения и так далее. В случаях отказа в трудоустройстве инвалиду необходимо руководствоваться стандартными правилами обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятым Генеральной Ассамблеей ООН ещё в 1993 году. Здесь чётко указаны общие нормы содействия занятости инвалидов и запрет на дискриминацию. Право рядового гражданина трудиться никто не ставит под сомнение. Людям с ограниченными возможностями приходится ежедневно доказывать это право. Право работать, право претендовать на справедливые условия труда и обеспечение равных возможностей. Государству, работодателям, да и нам с вами стоит помнить, что люди с инвалидностью имеют такие же интересы, потребности, желания и права, как и все другие. Елена Семёновичева, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». В Ненинском округе начинается строительство зимних автодорог. Помимо временной трассы на Ринмар-Усинск на территории округа функционируют два зимника. До поселков Харута и Харивер. При благоприятных метеорологических условиях морозной погоде к концу декабря зимник откроют для проезда автотранспортных средств. В Ненинском округе начинается строительство зимних автодорог. Восстановление, разрешающее движение механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненинского округа. Сегодня официально опубликовано. Помимо временной трассы на Ринмар-Усинск на территории округа функционируют два зимника. До поселка Харута и Харивер. Общей протяженностью 28 и 15 километров соответственно. Зимник из окружной столицы в республику Коми в этом году вновь будет проложен вдоль строящейся дороги на Ринмар-Усинск. Общая протяженность временной дороги в сезон 2016-2017 года составит почти 86 километров. В последующие два года с учетом ввода участка строящейся автодороги на Ринмар-Усинск она сократится до 72 километров. Напомню, открытый конкурс по строительству и содержанию этого зимника выиграло окружное предприятие на Ринмар-Доримстрой. Технический надзор за строительством и содержанием будет осуществлять Дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненинского округа. По данным подрядной организации, спецтехника подготовлена к работе. При благоприятных метеорологических условиях, то есть морозной погоде, к концу декабря зимник откроют для проезда автотранспортных средств. Разбойное нападение на магазин произошло в Наринмаре. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полиции. Угрожая продавцу ножом, злоумышленник потребовал отдать ему 10 тысяч рублей. В субботний вечер запомнится Наталье надолго. В этот день посетители магазина, как обычно, заходили за свежими овощами и фруктами. Казалось бы, все спокойно. Но после того, как торговый зал ненадолго опустел, в помещение вошел неизвестный мужчина. На нем была одета шапка с прорезями для глаз, а в руках большой нож. В маске с ножом приблизился к моей витрине и, угрожая, стал требовать деньги в сумме 10 тысяч рублей. Я пыталась его как-то отговорить, ну, испугалась, естественно, пыталась его как-то отговорить, чтобы он вышел, чтобы он этого не делал. Ну, это, на мое счастье, просто в магазин зашел покупатель. И он просто испугался, ну, он его спугнул. Злоумышленник в маске скрылся в неизвестном направлении. Перепуганный продавец сначала позвонила владельцу магазина, а после они обратились в дежурную часть полиции. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление по горячим следам. Была установлена личность гражданина, совершившего разбойные нападения на овощной магазин. Им стал житель Наримара, 1977 года рождения. В ходе опроса злоумышленника сотрудникам полиции стало известно, что пойти на это преступление его поводило сложное финансовое положение. В настоящее время злоумышленник задержан сотрудниками полиции и не находится в управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу. По данному факту возбуждено уголовное дело, виновные будут наказаны. И все же владельцы магазинов следует уделить больше внимания безопасности своих работников. Об этом говорилось и на расширенном совещании при губернаторе округа. Изучены были практически все торговые учреждения города Нарьянмар, посолка Искателя. К сожалению, показала практически половина наших торговых учреждений сегодня не оборудованы ни кнопкой тревожного вызова полиции, либо другие частные охраны предприятий, либо с выводом охранно-пожарной сигнализации на пульт централизованной охраны. Обращаюсь к ответственным лицам. У МВД будет работать по каждому торговому объекту. Также в торговых залах устанавливают камеры видеонаблюдения. Стоят они, конечно, немало, но человеческая жизнь намного дороже.